Любимые, всем привет! Вы на канале Соленый, вы на канале Жизнь без невроза. И сегодня мы с вами говорим про самый-самый лучший способ научиться любить себя. В этом видео я буду давать вам самую доступную информацию, которая создаст вам новую трансформацию. Очень многие проходят бесконечные курсы, бесконечное обучение и так и не понимают, Что значит любить себя? Что значит начать делать то в жизни, что другие не допускают? Что значит быть тем, кем вам хочется? Самый лучший способ, друзья, научиться любить себя. Про что? Про изменения, про каждый раз. Когда вы просыпаетесь, когда вы одеваетесь, собираетесь, спросите у себя, Что бы делал тот человек, который постоянно любил бы себя. Что бы он надевал, что бы он смотрел, с кем бы он встречался, Что бы он создавал, от чего бы он отказался и что бы он начал делать. Все это про навыки любви к себе. Что значит любить себя по-настоящему? Это не значит сказать себе, тебе можно все, жизнь одна, гуляй на всю. Нет, это значит, что какое-то время ты можешь делать то, что раньше не позволял. Второе. Перестань ограничивать себя. Когда есть грубые ограничения, они дают сильную боль роста. Боли роста это боли возможностей. Очень многие зацикливаются на том, чтобы что-то изменить, чтобы что-то компенсировать, Чтобы что-то обязательно, обязательно сделать по-другому. Самый наилучший способ научиться любить себя, друзья, Это каждый божий день просыпаться с вопросом. Что бы я сделал, если бы я любил себя? Что бы я надевал? Что бы я ел? Куда бы я ни ходил? Что бы я не слушал? И все равно будут приходить люди, которые говорят, Ты идиот. Ты тупой. Ты вообще выглядишь как ГМО. Но если вы реагируете на это очень реактивно, Спонтанным таким, То это будет вам в жизни мешать. Человек, который любит себя, Он не пытается понравиться всем и сказать, Я вот, я весь такой, Я так люблю себя, И вообще полюбите все меня. Он знает, что он может не подходить, Как пазл кому-то. Как я говорю, с психологом не совпал. Understand, надеюсь. И если вы понимаете, Что вы можете быть неидеальным, Если иногда вы можете позволить себе делать, Что хотите, Чего-то там думать, обсуждать, Нравится, не нравится, Входить в новый опыт, Выходить из него. Это и есть про любовь к себе. Не любовь к себе, Это жизнь, Прожитая в ожидании. В ожидании, что что-то случится, Кто-то ответит, Кто-то постучится, Кто-то уйдет, С кем-то придется развестись. Но нифига не происходит. Нифига не происходит. А произойдет, друзья, Спонтанно, Когда вы настроите намерение на действие. И только действия, Которые заранее спрограммированы, Будут работать. Запомните еще одну фишку, Которую очень важно знать. Все будут всегда заботиться первично о себе. Если вы не научитесь принимать свою боль, Иногда свой безобразный внешний вид, Безобразную речь, То вы не сможете ее изменить. Но если вы пытаетесь изменить это для других, Это станет сильной проблемой. Вы не золотая монета. Вы не можете нравиться всем. Не можете. И это нормально. Если, например, Ладно, Дизайнер может не нравиться кому-то. Психолог может иметь отвратную репутацию. Я знаю двух психиатров, Которым говорят, Что, по-моему, вам нужно лечиться. Они ведут самую дорогую практику в мире. Представляете, Как человек себя внутри благословляет. Благословите себя на день. Пишите комментарии. Снова с вами я, Алена. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok